Крыша Продолжение следует... Новенькая крыша на доме Ленина 230 ждет приемочной комиссии. Сдавать работы по капремонту заказчику в лице фонда капремонта подрядчику предстоит в начале декабря. По словам председателя Совета дома, график ремонта кровли постоянно отодвигался с 2018 года и так плавно дошел до 2021. И потому жители были очень удивлены, когда 5 августа на дом зашла бригада. Радость радостью, но все нюансы со строителями собственники оговорили сразу, чтобы проблем потом с осенними дождями не возникло. Мы сразу оговаривали. У нас, которая была кровля постелена, там и самостоятельно люди делали, и мы в бекоцентре были, там собирали деньги. Это часть кровли, как бы это делали. А они, мы сразу договаривались с ними, что они будут снимать после того, как накроют эту крышу. Так и действительно произошло. Когда они уже накрыли крышу, тогда они вот сняли вот эти наши покрытия все и это спустили вниз. На данный момент подрядчик в Бийске завершил работы по программе капремонта по плану текущего года. Завершены работы на 18 кровлях. В 15 многоэтажках появилось новое современное лифтовое оборудование. Работы идут и по плану 21-го, в рамках которого капремонт ведется в 6 многоэтажках. По словам самих строителей, бичане очень внимательно контролировали в этом году ход работ на всех этапах. Также наша работа контролируется и самим фондом капитального ремонта, и специализированными организациями строительного контроля со столицы нашего края, города Барнаула. Поэтому жители практически на каждом объекте непосредственно участвуют в работах по ремонту своих домов. Строители говорят, что в целом нынешний сезон ровно прошел, но из-за пандемии периодически возникали проблемы с поставками леса. Справились. Работы на кровлях завершали на 2-3 недели раньше сроков, указанных в контрактах. В редком случае за несколько дней. Специфика ремонта, именно ремонта кровель, капитального ремонта, она и в этом и заключается, что практически на каждом объекте появляются такие моменты, которые приходится решать буквально на ходу. У нас в составе нашего предприятия мы имеем, собственно, проектное бюро, поэтому мы оперативно эти вопросы и профессионально и качественно решаем. Да, но проблемы существуют практически на каждом объекте. Где-то крупные, где-то мелкие, но сами понимаете, как говорят доктора, да, все при вскрытии. Стоимость ремонта крыши, она определяется предельной стоимостью ремонта одного квадратного метра для каждого вида ремонтов, будем так говорить. И наша практика показывает, что наши сметы за эту предельную стоимость практически никогда не выходят. Мне понравилось. Сделано, мне кажется, качественно кровля. Ну, время покажет, конечно, но уже вот ветра были, вроде как это устояла наша крыша. Ребята контактные, доброжелательные. Все наши пожелания, которые я предъявляла, как бы выполнялись сразу. Находили общий язык. Мы предоставляли им и свое помещение, чтобы они развивались, это и материал складывали. Не знаю, мне понравилось. Однако ударные темпы капитального ремонта многоквартирных домов вовсе не означают, что в реализации этой краевой программы в Наукограде все безоблачно. Закон. Краткосрочный план капитального ремонта формируется на основании предложений органов местного самоуправления. Законом не предусмотрена возможность проводить работы по капитальному ремонту МКД одного муниципалитета за счет средств фонд капремонта других муниципальных образований. Краткосрочные планы программы формируются, исходя из основного принципа использования на цели капремонта остатков средств фонда предшествующего года и прогнозного объема поступлений взносов на капремонт в году планируемом. То есть, в плане должно быть включено то количество МКД, которое может быть профинансировано на средства, собранные собственниками помещений в МКД в плановом периоде муниципального образования. По информации фонда капремонта, в 2020 году администрации Бийска было включено в краткосрочный план капитального ремонта 38 многоквартирников на общую сумму более 200 миллионов рублей. При этом прогнозный объем собираемости указывал, что поступит средств всего около 146 миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитете уже на начало января 2020 года имелся дефицит средств в размере больше 28 миллионов. Но по данным фонда администрации города это не было учтено. На сегодняшний день дефицит денежных средств по 2020 году в Бийске составляет свыше 8 миллионов рублей. План капремонта выполнен более чем на 80%. В работе находятся 7 МКД. Из них в двух завершается ремонт крыш, в пяти – замена лифтового оборудования, а это 15 лифтов. Учитывая формальный подход администрации Бийска к планированию краевой программы и соблюдению законодательства в данной сфере, размер дефицита по муниципалитету увеличивается с каждым годом. Так, на конец текущего года, с учетом сформированного плана по муниципальному образованию, дефицит средств составит около 60 миллионов рублей. Специалист фонда также сообщил, что региональный оператор неоднократно направлял в Бийскую администрацию уведомление о несоблюдении законодательства при планировании и реализации краевой программы. А это повлекло за собой несоблюдение финансовой устойчивости рекоператора и отсутствие возможности произвести окончательный расчет с подрядными организациями за выполненные работы. Кроме того, как выяснилось, не платит за капремонт и сама администрация, которая также является собственником помещения в многоквартирных домах. Задолженность по взносу муниципалитета перед фондом капремонта на данный момент составляет более 8 миллионов рублей. На эти средства можно было бы установить 4 новых лифта или капитально отремонтировать 2 мягкие кровли. Как стало известно, региональный оператор уже обратился с заявлением в судебные органы на принудительное взыскание за должности с Бийской администрацией. При подобном положении дел вполне вероятно, что объемы капремонта по крыльевой программе в Бийске в будущем году заметно уменьшатся. Долги, как известно, вещь коварные, имеют обыкновение накапливаться. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Продолжение следует...